Алисио Сакара, ну да, родился в Хорватии, живущий в Италии, средний вес, 23-летний Катарлич, как раз я уже про конкретного персонажа говорю. Надеется сам, что со временем сумеет затмить итальянского мастера смешанных единоборств. Первые шаги есть, три победы подряд, одно поражение. С Алисом Чалотта его поединок признан, ну, там уж непонятное дело с федерациями, самым зрелищным поединком по правам ММА на итальянской земле. Чалотта тогда на третий раунд не вышел. Посмотрим, что Катарлич против короля Саньда сделает представителя клуба Fighting Eagle в городе Хасавьор. Двукратный чемпион Европы по Ушу Саньда, четырехкратный чемпион мира, победитель всемирных игр боевых искусств в Пекине и в Питере у Салихова. Двукратный чемпион олимпийских игр для единоборцев, назовем это так. Все возможные титулы у него по любителям есть, ну, понятно, Ушу Саньда не олимпийский вид спорта. Дебюту от 38-го челленджа, единогласным решением у Диана Топальски он выиграл. Решил перейти из среднего веса в полусредний, ну, и, собственно, потому и 77. Ударная техника, ну, страшный удар на Агаметто, и так понятно. То, что у итальянского хорвата или хорватского итальянца, уж как вам угодно, дорогие друзья, чемпион Италии по кикбоксингу и чемпион Италии по ММА в легком весе. Ну, посмотрим, на мой взгляд, должен быть поединок двух ударников в большей степени. Попал. Нокаут. Все. Вот и все. Вот так и должно заканчиваться. Предлагать ударнику подобного уровня чистый ударный бой. Это плохая идея. Это очень плохая идея. На соперника посмотреть. Там лишний раз он вообще в себя подкрыгет. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Не волнуйся, не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Окей, окей. Хорошо. Не вытащить капу. Посмотреть он там в себя пришел. После такого удара челюсть вообще ломается. Или просто как молния. Все, вырубился. О-о-о. Да, тяжело. Хорошее было решение. Ему для вот как раз полусреднего веса для 77 килограммов такой удар. Это будет соперник с которым считаться будут многие, прямо скажем. И если Стопальский у него был бой решением, то здесь бой в одну калитку. Причем практически без разведки. Поймал вот на том движении то, что у Шу Саньда. Мы работали на всеми разных игр боевых искусств. Кстати, вот у Шу Саньда один из тех видов спорта, которые вызвали самый большой интерес. Во-первых, ну, чувство пространства, которое ребята демонстрируют. Там же выходить вообще ни в коем случае не будет. И филигранная техника, как именно удар. Нокаут. Чем глухой такой, хороший глухой нокаут. В общем, Филиппу Катарличу, чтобы заткнуть Олесио, это еще лет должно будет пройти приличнее. Чуть-чуть поработать. Чуть-чуть, да. Лет так, ну, 10, немного же. 10, может быть, 15. Смотри, как работать. Да, 23 года всего бойцу. В общем, у него теперь есть повод сделать выводы. Не, ну, неплохой вроде боец, так видно было по началу. Но все-таки уровень ударки и работать чисто в ударах. Смотрите, бам. О, хорош. О, хорош. Ой, на. Еще в безопорном положении. От руки ушел. Будет очень хорошо заметно повторить. Вот он. Руку опустил. На встречу. На встречу. И, собственно, поездка в счастливые края нокаута. Муслина с победой. Здорово, что ты скажешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова